Её именем названа одна из малых планет. Её пение восхищалась великая оперная дива Мария Калас. Ей рукоплескали не только в Советском Союзе, но и во Франции, Италии, США, Японии, Австралии и многих других странах мира. Сегодня у советской российской оперной певицы, народной артистки СССР Тамары Синявской день рождения, с чем мы её с удовольствием поздравляем. Главным смыслом её жизни был муж, Муслим Магомаев, с которым она прожила 34 года. Хотя, когда они познакомились, Тамара Синявская была уже замужем, и на жизнь ей был, конечно, грех жаловаться. Спокойный, уютный брак, достойный муж, надёжная опора для молодой певицы, чья творческая карьера была на взлёте. Но любовь не выбирает. Как уживаются две звезды под одной крышей, и не мешает ли слава одного другому? Пожалуй, об этом чаще всего спрашивали журналисты Магомаева и Синявскую. А ссориться большие артисты умели. Впрочем, как и мириться. Однажды, в полуочередного спора, Тамара ушла в дальнюю комнату и закрылась там. Тогда Магомаев перелез через перила балкона и по карнизу 15-го этажа прошёл несколько метров. Заглянул в окно к жене и сказал «ку-ку». Обида была забыта. Их первая встреча прошла на бегу, в кулисах. Магомаев спросил «Вы откуда?» «Из большого. А что?» – ответила Синявская. «Не похоже. Слишком скромная» – парировал Муслим. Официальное знакомство состоялось позже. В Баку, на декаде русского искусства, их представил друг другу Роберт Рождественский. И Тамаре пришлось выбирать. С одной стороны, только начавшаяся семейная жизнь, незадолго до поездки в Азербайджан, Синявская вышла замуж за артиста балета Сергея Бережнова. С другой стороны, любимец всего Союза, темпераментный красавец, обладатель лучшего голоса, который она когда-либо слышала. О, море, море, медом искала, и ненадолго подалишь в тревогу. Боль, возьми меня, дай мне дари, а уснулась здесь с тобой. В этот том у Тамара Синявская бросилась не сразу, долго не решалась оставить мужа. После знакомства с Магомаевым уехала в Италию на стажировку в Ласкало. Муслим звонил каждый день. Едва записал знаменитую мелодию, набирает Милан, чтобы послушала Тамара. Ты моя мелодия, я твой преданный артист. Магомаев поначалу говорил Синявской «вы», и брак оформить они долго не решались. Пока однажды друг муслима, художник Таир Салахов, не отнес паспорта влюбленных в ЗАГС. Так народная артистка СССР Прима Большого получила свое новое звание – Гелин. Главная невеста Азербайджана. Магомаев же был главным женихом республики. Свадьбу хотели сыграть тихую, но возле ресторана собралась толпа поклонниц артиста, и планы были нарушены. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу дали сгрили. И широкой этой свадьбе было, и вставала, и небо было мало ни земли. На своей свадьбе Магомаев, несмотря на мороз, пел в распахнутое окно 40 минут. Потом долго лечил бронхит. Завода о муже однажды станет для Прима Большого театра смыслом жизни. В 2003-м Тамара Синявская уйдет со сцены. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за обгорешенную зарю. Врачи, лечившие Магомаева, утверждают, что любовь и внимание Тамары подарили легенде советской эстрады еще пять лет жизни. Тамара Синявская и Муслим Магомаев прожили вместе 34 года. ПЕСНЯ 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 В 1997-м году российские астрономы сделали любимым артистам подарок. Назвали в их честь две малые планеты Солнечной системы. 4980 Магомаев и 4981 Синявская. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...